Призыв по частичной мобилизации в Курской области завершается. Он не проходит гладко, но каждое обращение или вопрос оперативно отрабатывают. Так губернатор рассказал, что сразу нескольких мужчин, которым по ошибке вручили повестки, вернули домой к родным. Среди них сотрудники IT-сферы, банка, блогер. На прошлой неделе обратилась одна мама троих детей, которая находится в положении уже четвертым, а ее супруг был частично мобилизован. Я хочу поблагодарить всех, кто включился к решению этого вопроса и мобилизованный был вовремя возвращен домой и сегодня находится с семьей. 884 мобилизованных курянина уже получили дополнительные выплаты из регионального бюджета. В течение этой недели деньги переведут половине от всех призванных мужчин. Скорость зависит от формирования списков в Минобороны. Этот и другие вопросы от курян Роман Старовойт держит на личном контроле, о чем попросил и своих коллег. Друзья, я прошу, как с родными детьми, с большим вниманием и чуткостью неформально подходить. Слава Богу, их у нас не так много, как могло бы быть, исходя из масштабов мобилизации, но каждый должен чувствовать заботу и внимание. И ни в коем случае никто незаконно не должен быть отправлен в войска. В Курской области построили уже две усиленных линии обороны. До 5 ноября завершат укомплектование третьей. Эту работу в регионе проводят вместе с сотрудниками Минобороны и погрануправления. Дополнительное обустройство нужно и потому, что в области усиливается территориальный гарнизон. Мы направляли в войска тысячи кубометров бревен, бетонных изделий для формирования этих блокпостов. Тысячи мешков, песок отправлялся. И эта работа продолжается, потому что помощь нужна. На всей территории области продолжают приводить в порядок подвалы и другие защитные сооружения. Так, в Курске обследовали уже 320 таких мест для людей. Проверки идут повсеместно. Глава областного комитета региональной безопасности Михаил Горбунов заявил, что нужно оборудовать укрытия и окопы возле многолюдных объектов – банков, отделений почты, магазинов и особенно фельдшерско-акушерских пунктов. Элементарное укрытие – это выкопанный окоп. Обустройте их. Мы уже об этом говорили. Обратцы мы фотографии вам сейчас сделаем, пришлем, но это сделать несложно. На дно положить поддоны, выкопать, обустроить стенки и обложить мешками, чтобы люди могли укрыться. Также на оперативном совещании отметили, что укрытия Курск области позволяют разместить в них до полутора миллионов человек. Этого хватит, чтобы обезопасить каждого жителя. Анна Пикулина, События дня.